Я знаю, что вы один из первых в регионе сделали прививку от ковид. Это был такой осознанный шаг или больше рекламный ход? Это был, конечно, осознанный шаг, но я был не единственный. Одновременно со мной вакцинация была выполнена Екатерине Владимировне, присутствующей на телесвязи со студией, и главному государственному санитарному врачу Гомельской области Сергею Санычу Белому. Поэтому мы фактически втроем были одновременно привиты вакциной «Спутник», получили первую дозу. По себе могу сказать, на сегодняшний день серьезных нежелательных явлений не наблюдаю, поэтому однозначно могу сказать, что в условиях продолжающейся пандемии ковид-19 польза от вакцинации превышает возможные риски. И это один из возможных способов снизить эту проблему в Республике Беларусь. Ольга Николаевна, подключайтесь к разговору. Я знаю, что в первую очередь сейчас начинается иммунизация медицинских работников. Когда же, это, наверное, один из самых популярных вопросов на горячей линии, когда же вакцинироваться смогут все желающие жители региона? Да, действительно, Александр, вакцинация уже начата, и в первую очередь будут прививаться медицинские работники, работники социальных учреждений с круглосуточным режимом пребывания, и преподаватели. Это те группы риска, которые, особенно медработники, которые по роду своей деятельности ежедневно сталкиваются с заболевшими, конечно же, имеют высокий риск заболевания и должны оставаться обязательно в строю. Поэтому начинаем вакцинацию именно с медработником. А общая вакцинация планируется в апреле. Это будет бесплатная вакцина, верно? Да. Что известно по поводу периода действия вакцины? Правда ли, что он рассчитан на полтора-два года? Сложно пока сказать, какой будет период действия, но в любом случае вакцинация влияет на жизнедеятельность вируса и вводит микроорганизмы в фазу, так называемую, неактивную фазу. Поэтому мы надеемся, что эта фаза будет долгой. И если ревакцинация понадобится, то не скоро. Очень сложно прогнозировать эти моменты. Действительно новая инфекция, новый вирус. И на сегодняшний день есть разные точки зрения. Клинические испытания третьей фазы, как я уже говорил, не завершены для тех вакцин, которые условно разрешены к применению. Можно лишь предположить, что в связи с некоторыми особенностями вируса иммунитет может быть не настолько стойкий, не настолько длительный, как мы ожидаем при некоторых других инфекциях. И у всех по-разному. Это понятно. Это как про антитела. У кого-то они есть, у кого-то нет. Ведь мы действительно, стоит это признать, видим отдельные случаи повторных инфекций. Даже у тех людей, которые перенесли COVID-19 в первую волну.